Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я хочу поговорить о SEO, то есть Search Engine Optimization или по-русски оптимизация поисковых запросов. А если еще более по-русски, то о действиях, которые нужно предпринять для того, чтобы ваш сайт по определенным словам был на первых строках выдачи, скажем, Яндекса. Тема сложная и неоднозначная, поэтому я не буду касаться тонкостей, а рассмотрю один базовый инструмент, плагин для WordPress под названием Yoast SEO. Итак, устанавливаем плагин. Переходим в плагины, добавить новый. Установить можно двумя способами. Скачать заархивированный дистрибутив заранее и загрузить отсюда, либо найти плагин здесь, что безусловно гораздо удобнее. Итак, находим установить, активировать. У нас есть целых три уведомления. Одно очень серьезное, очень серьезная проблема для SEO. Действительно, кстати, серьезная. Сайт закрыт от индексации. Откроем. Раз просят, откроем. Итак, как мы новичок, давайте настроим плагин. Вопросы понятные и простые, останавливаться ни на чем не будем. Куча всяких вопросов. Так, разделитель для заголовка и успех. Мы сделали это. Дальше можно, в принципе, уже работать. А можно перейти в расширенные настройки и еще что-нибудь подправить. Для того, чтобы перейти к расширенным настройкам, нужно включить эту функцию. Слева, видите, у нас появились дополнительные настройки. Дальше я буду делать то, что советуют и то, что сделал бы я сам. Но при этом я ни в коем случае не настаиваю на правильности этих действий. SEO – вещь индивидуальная. Если кто-то считает, что какие-то пункты я выбираю неправильно, окей, я не спорю. Но уж и вас я попрошу не спорить с моим выбором. В типах записи я бы удалил разделитель и имя сайта из тайтла. Ну, чтобы не захламлять его. Тайтл – вещь очень важная все. Здесь я бы тоже почистил и убрал метки из индексации. Здесь я бы не индексировал архивы автора. А тут я бы использовал ключевые слова в метатегах и не индексировал под страницы архивов. Что еще? Карта сайта включена. Дополнительно мы можем включить хлебные крошки и хорошо бы это сделать. Я просто в связи с ограничением по времени не смогу рассказать все о настройках плагина, тем более, что в сети в принципе эта информация есть. Единственное, в постоянных ссылках я бы убрал еще эту галку. И в принципе плагин настроен. Теперь давайте наконец посмотрим, что он делает. Для этого зайдем в какую-нибудь статью. Все записи. Ага, запись у нас только одна. Сайт пустой. Ну, потому что это не сайт в общем-то, а площадка для тестирования технологий. Хорошо, зайдем хотя бы в эту запись. И вот он, плагин. Что у нас тут есть? Настройка публикации в Facebook. Название, описание, картинка. Тоже для Twitter. Минимальные настройки. Можно, например, убрать статью из индексации. И опять к началу. Тут мы видим, что у нас все красное. Абсолютно все. То есть все неправильно. Читабельность только сносная. Давайте исправлять. Сначала я полностью перепишу статью под какое-нибудь ключевое слово. По легенде, когда я делал этот сайт в прошлом видеоуроке, он предназначался для автора, занимающегося видеопродакшеном на фрилансе. Оставим легенду и сделаем страницу под это. Меняем название. Оно должно содержать ключевые слова. Давайте выберем видеопродакшен на низком бюджете. Нормальный, среднечастотный или даже низкочастотный запрос низкой конкуренции. Я надеюсь. Под запрос переделаем текст. Так, давайте я сейчас отключусь, потому что это долго. А потом покажу, что сделал и как изменилась картина по SEO в статье. Ну вот, сделал. Читабельность отличная. А тут даже без фокусного ключевого слова ему не нравится, что сниппет не задан. Зададим. Это текст, который будет появляться в поисковой выдаче. Сниппет есть, и теперь посмотрим, что он скажет, если ввести фокусное ключевое слово. Это, собственно, камертон, по которому настраивается SEO. Под ключевое слово мы оптимизируем статью. А тут уже все не так безоблачно. Но, по крайней мере, теперь я знаю, к чему стремиться. Что нужно поменять, чтобы все стало зеленым и моя статья взлетела в топ-3 Яндекса по запросу видеопродакшен, на низком бюджете. С оптимизацией все непросто, особенно сейчас. Оптимизаторы со стажем говорят, делайте просто хороший сайт, и он поднимется в выдаче. То есть покупать, например, ссылочную массу, насколько я слышал, уже бессмысленно, а иногда даже вредно. Но делай просто. Хороший сайт все-таки нужно учитывать минимальные технические требования по оптимизации. И SEO как раз для этого. Это база, в некотором смысле необходимая. Все, любите друг друга. Если вы вдруг продаете автомобили, желаю вам подняться в топ-3 Яндекса по запросу продать автомобиль, не вложив ни копейки в SEO. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в теплице социальных технологий.